Всем привет, дорогие друзья! Новое видео на канале GadgetMoney. Сегодня мы поговорим, актуально ли вообще пользоваться iPhone 6s Plus с установленной операционной системой 14, что-то там, как-то там, в 2021 году, весной, в марте месяце. Давайте начинать, поехали! В общем и целом, получилась такая ситуация, что необходимо было приобрести телефон стоимостью до 100 долларов. Вариант покупать что-то новое, ну согласитесь, до 100 долларов. Можно что-то приобрести в Китае из защищенных смартфонов. Кстати, если вы поддерживаете эту мысль, вам интересно обзоры защищенных смартфонов, недорогих, до 10 тысяч рублей, то есть до 150 долларов, до 140 долларов, то напишите об этом в комментариях. Или что-то искать на БУ-рынке. БУ-рынок, это, скорее всего, Android, Xiaomi какие-нибудь, очень среднебюджетный, низкобюджетный, то есть прям вообще бюджетничек-бюджетничек. Либо брать на том же Avito, либо ULE, что-то из представителей семейства iPhone, то есть техники от компании Apple. Промониторил рыночек, и за вполне меняемые деньги, в районе 6 тысяч рублей, был приобретен вот этот вот гаджет. Это iPhone 6s Plus, RST-версия на 64 гига. В нем работает абсолютно все. У него есть небольшие косметические дефекты, то есть здесь какой-то скольчик или там микротрещина. В общем, на самом деле не так важно в процессе эксплуатации. И я уже пользуюсь этим телефоном порядка 4 дней, и могу сделать определенные выводы. При этом была установлена операционная система 13, ну, в общем, одна из последних 13-х версий. Были какие-то лаги, подтупливания, еще какие-то моменты. Но на данный момент установлена последняя доступная операционная система iOS 14, что-то там 4.1 или как-то так. В общем, это единственная модель из последних, точнее из самых-самых старых моделей, которые до сих пор можно установить актуальную версию операционной системы от Apple. То есть и iPhone 12 Pro Max работает на iOS 14.4.1, и iPhone 6s Plus, и 6s, по-моему, если я не ошибаюсь. Опять же, если ошибаюсь, напишите в комментариях. В общем, об этом устройстве, чтобы вы понимали. 14.4.1, да, 6s Plus, RST-версия. Вот такие вот моменты. Что скажу я по использованию этого гаджета? Посмотрите, на самом деле, сейчас постоянным моим телефоном является Honor View 30 Pro, которым я пользуюсь уже почти успешно год. Это достаточно долго для меня, потому что я стараюсь менять телефон каждый квартал. Это примерно 3 месяца. Но в связи с тем, что я был занят последние почти полгода, и не было не то, что необходимости, а возможности продать старый гаджет, приобрести новый. Поэтому, собственно, больше, чем полгода я пользуюсь, ну, почти год я пользуюсь, 10 месяцев я пользуюсь View 30 Pro. Причем меня устраивает телефон вообще полностью. Я сейчас на него снимаю, то есть вообще не заморачиваюсь, и очень хорошо снимает видео, делает неплохие фотографии, ну, и в повседневном использовании хорошо держит батарею. Но не о нем сейчас речь. Речь как раз-таки об iPhone. С чем я столкнулся? Ну, смотрите, если честно, конечно же, операционная система 14.4.1 она будет побыстрее, чем 13.3 или 13.6. В общем, вообще не парьтесь и устанавливайте именно последние апдейты. Даже есть такой миф в интернете, что якобы компания Apple замедляет с каждой вышедшей операционной системой. Ну, с одной стороны, и да, и нет, но как раз-таки старички, на которые устанавливаются 14.4, ну, вообще операционная система iOS 14, они начинают себя показывать с лучшей стороны. То есть ей быстродействие подрастает, и работа АТКБ подрастает. Ну, по крайней мере, я вот увидел буквально вот сутки установлены 14.4, и я понимаю, ну, то есть есть разница в процентном соотношении от, наверное, 15-20%. Ну, на самом деле, я вообще хотел именно не то, что даже спросить у вас, а вот рассказать вам, стоит ли покупать за такие весьма скромные деньги на 2021 год такое устройство. На самом деле, если честно, хочется сказать нет. Знаете почему? Ну, потому что если только вы не какой-нибудь, я не знаю, там, студент или школьник, которому нужна экосистема Apple, или нужен какой-то телефон, но с одной стороны, это лучше, чем какой-нибудь BQ, или, ну, прости господи, еще какой-то другой непонятный бренд, либо Prestige, который за бюджетные деньги, там, за новый телефон можно отдать до 10 тысяч рублей, и он будет глючить, фризить, плохо снимать, плохо выходить в какие-то социальные сети, выходить в интернет. Дело не в этом. Дело в том, что, попользовавшись устройством, если, допустим, вы не пользовались чем-то другим до этого, а попользовавшись устройством с хорошим быстродействием, то есть с хорошим процессором, мощным процессором, с быстрым откликом, с хорошим качественным экраном, то downgrade, то есть, то есть, вы снижаете планку и берете в руки телефон, которым начинаете пользоваться, и который, ну, по своим техническим характеристикам просто уже не вывозит, какая бы операционная система на него не была бы установлена, с какими-то внутренними наворотами, улучшайзерами и тому подобное, все равно вы понимаете, что какие-то моменты, то есть, вот почему дисплей, да, как бы, ну, мне кажется, это от защитного стекла зависит, потому что проблема, я не знаю, может быть, это брак дисплея, потому что он, скорее всего, здесь менялся, хотя 3D-тач работает, все работает, как бы, никаких проблем, труд-тон тоже работает, то есть, в этом плане все хорошо, но, есть определенные моменты, без установленного стекла, телефон, дисплей вообще просто, моментально летает, как бы все очень хорошо и быстро открывается, а с установленным любым защитным, полноэкранное защитное стекло, здесь закрывается, именно когда ты начинаешь звонить, закрывается, именно датчик приближения, и он полностью темный экран, то есть, выходит какой-то баг, и только вот с установленным, где-то нашел старое стекло, которое когда-то по акции за 11 рублей связном брал, установил непосредственно вот такое вот 2D-стекло, которое, на самом деле, я уже не пользуюсь такими стеклами очень много лет, трибэк точно, постоянно клею от края до края, но не суть, и вот более-менее, как бы с этим стеклом он как бы отдупляется, либо уже сам телефон просто не вывозит, я даже не вдаюсь в технические характеристики, сколько здесь оперативной памяти, единственное, что вот, знаю, что постоянная память здесь 64 гигаб, потому что это айфон, и в принципе, чем больше, тем лучше, для 6S+, за 6000 рублей, я считаю, что это оптимальный вариант, так вот, возвращаясь, опять же, мысль ушла, возвращаясь, и отвечая вам на вопрос, стоит ли приобретать гаджеты, то есть, стоит ли покупать айфон 6S+, или 6S-ку в 2021 году, в середине года, если у вас совсем-совсем мало денег, если у вас действительно, вот прям вообще там, 5, 6, 7 тысяч рублей, и вы реально хотите айфон, и, ну вот не покупать, 6-ку точно не надо покупать, то есть 6S-ку, еще можно взять, 6S+, ну, 100%, наверное, можно взять, но я бы, наверное, вот как бы 50 на 50, это хороший вариант для пенсионера, это хороший вариант для, не знаю, школьника, это хороший вариант для человека, ну, который в принципе не очень, вы знаете, вот как, я не считаю себя каким-то гиком, не считаю себя каким-то человеком, который будет, ну, как-то отличаться от обычного пользователя, но с другой стороны, я уже не приемлю, то есть, медлительность, отсутствие быстродействия, и вот эти вот все моменты, я уже не приемлю в гаджетах, то есть, уже даже телефон там, среднебюджетный, в среднем за 15, там, 20 тысяч рублей, он уже показывает такие высокие результаты, и на самом деле, как бы, уже к этому привыкаешь, и возвращаться обратно, то есть, понижать уровень ожидаемости от использования гаджетом уже не хочется. он прекрасно снимает для своих лет, он выходит в интернет, выходит в соцсети, то есть, все без проблем можно сделать, ну, вы понятие, вот, ну, в ВК, окей, сколько она, 3 секунды открывалась, как бы, я без понятия, то есть, я уже, как бы, ну, на самом деле, если честно, то есть, от этого немножко отвык, отвык от того, что я вот нажимаю, а он не нажимается, ну, потому что, как бы, ну, дисплей кривой, а потому что, он сам по себе, вот такой вот, по техническому состоянию, то есть, за 6 тысяч, давайте я вам расскажу, вот, под стеклом, есть микроцарапины, здесь вот, все вот в таком вот виде, то есть, за эти деньги, я не знаю, как бы, таксисты говорят, что, айфоном лучше не работать, а работать лучше, на андроиде, вот тут вот такой вот, микроскоп, на самом деле, он, ну, нафиг, не нужно даже менять, какие-то, моменты по, дисплею, как бы, я не считаю нужным, потому что, это уже начинает превращаться, то есть, хороший дисплей, оригинальный стоит в среднем, 3-3,5 тысячи рублей с установкой, здесь работает Touch ID, здесь работает 3D, РС, это один из последних телефонов, который вот именно, старой гвардии, который, ну, действительно, функционал этот, он не урезан, и он действительно, прям, ну, вот чувствуется, то есть, я нажимаю, он прям, внутри этот, тактильно ощущается, может быть, кстати, я сейчас какую-то ерунду говорю, но прошивками, вроде как, эту штуку, в iOS 14, должны были убрать, и, может быть, так, не знаю, напишите об этом в комментариях, и, в конце, хотел бы сказать следующее, допустим, я столкнулся с такой проблемой, с какими проблемами я столкнулся за 4 дня, ну, во-первых, про экран я вам сказал, про стекло я вам сказал, может быть, это, именно в дисплее какая-то проблема, может быть, еще в чем-то, но суть не в этом, суть в том, что я не мог установить iOS 14 из настроек телефона по воздуху, я сегодня полночи просидел, как бы, видит обновление, начинает загружать, начинает подготовка обновления, и все, доходит почти до конца, вот эта шкала, как бы, до загрузки, и в итоге, как бы, ничего, потом думаю, ну, окей, скачаю прошивку, как бы, с интернета, с ФПДА, и обновлю через компьютер, у меня макбук, без проблем, я тянулся, точнее, Finder открою, и все это дело, как бы, обновлю, скачал, начал обновлять, указал прошивку, он такой, хоп-хоп, ошибка 9, я такой, что, ну, почитал ошибка 9, там, типа, не очень хороший вариант, потом думаю, ну, все, в принципе, приехал, 6000 выкинул, как бы, и в итоге, лишусь и телефона, и 6000, потому что, если повеснет вообще на какой-то флеш памяти, то есть, она там, не знаю, касается, в общем, смысл в том, что я не работник сервисного центра, ни мастера, не знаю, какой, какие характеристики в этой ошибке, ну, в итоге, как бы, после того, как он, ну, знаю, старый, как говорится, гвардия человек, в плане прошивок, я просто через восстановить, и без проблем, он прошился на, вот эту скачанную прошивку, и, без проблем, подгрузился, и клауда, весь бэкап, как бы, установилась, буквально, он даже при этом практически не нагревался, то есть, он, как бы, ну, ведет себя для старичка, для своих лет, сколько ему лет, 5 лет точно модели, этому телефону, то есть, он уже с гарантией слетел, то есть, он без проблем был на гарантии, да, но уже гарантия, как бы, закончилась, об этом устройстве, а, в iCloud, а, нет, вот здесь вот, доступно, доступно, но с гарантией, как бы, срок действия гарантийного обслуживания, типа, закончилась, так вот, подводя окончательные выводы, стоит, вообще, iPhone 6s Plus, iOS 14 4.1 в 2021 году, это не более, чем телефон звонилка, с каким-то минимальным набором функций, выхода в интернет, в плане соцсетей, в плане мессенджеров, и если вы не рассчитываете получить что-то большее, то можете смело на вторичном рынке покупать, но обратите внимание, на, потому что очень много восстановленных телефонов, очень много отремонтированных телефонов, очень много телефонов принадлежащих, точнее, должны быть проданы в других странах, но продаются в наших, не суть, но смысл в том, что вот вы не получите от него, именно больше того, что я вам сказал, то есть, это минимальная звонилка, минимальный выход в интернет, соцсети и камера, которая там сфоткать какой-то момент, который вам важен в вашей жизни, и не более чем, не более чем, но с другой стороны, когда-то за этот телефон отдавали по 40-50 тысяч рублей, и купить его в 10 раз дешевле, на самом деле, это такое себе хорошее, ну, скажем так, чекпоинт для меня, если, кстати, надо, вот, даже не то, что не надо, как бы, я думаю, что он смело уйдет там даже на вторичном рынке до 10 тысяч рублей, но в среднем, я больше 5-6-7 тысяч за эту трубку, в зависимости от памяти, не дал бы, этот телефон мне предлагают обменять на Samsung A51, если вы хотите об этом, напишите, я в любом случае, скорее всего, обменяю, потому что тот телефон и поновее, и поинтереснее, камеры получше, и в любом случае, сниму видео, но, не знаю, буду о нем рассказывать, именно так популярно, как я рассказал об этом телефоне, это вот такой вот мой опыт эксплуатации, не то, что опыт покупки в 2021 году в марте месяце за 6 тысяч рублей iPhone A6s Plus. Пишите свое мнение в комментариях, если было полезным, ставьте лайки, если бесполезным, ставьте дизлайки, обязательно две штуки, ну и совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока.